Первые три года моей жизни первых лет дочки были испорчены синих трактов. Ты решил писать вот такие песни для детей? Ну, я не то чтобы их много пишу, но есть несколько вот. Сейчас вот хочу еще одну найти, да и хватит. Вторая песня посвящается уже всему нашему детскому отряду. Это, в общем, все дети, которые ходят на наши концерты, их очень много. Дети наших музыкантов, дети наших слушателей и, в общем, короче, там получается банда человек по 8. И они пляшут сцену. Очень классное зрелище, я хочу сказать, на рок-концерте. Мне прям нравится. И вот я написал песню, которую мы сейчас вот разучим и будем, надеюсь, постоянно играть, пусть пляшут. Кэрри, смотри-ка, что я тебе несу. Кэрри, смотри-ка, что я тебе несу. Это же лучше, чем твой букет. И только папа не рад, что ты уж окрыленный. Папа пытается Джорджа с ним попрогнать. Зачем ты угнал дракона? Зачем ты угнал дракона? Хотя ты на нем еще не умеешь летать. Зачем ты угнал дракона? Зачем ты угнал дракона? Хотя ты на нем совсем не умеешь летать. Джордж повернулся, открылся зеленый глаз. Словно сигнал поворотника, ай, держись. Если чуть-чуть откладиться прямо сейчас, Можно мертвую петлю стремиться вниз. Кэрри, малышка, уже собрала друзей Тимоте, Грега, принцессу, Элизабет. Маленький Джордж теперь звезда во дворе И будет ей ближайшие пару лет. А люди смотрят на Джорджа совсем удивленно, Ради нас лезть за сына отец и мать. Ну чтож забирай дракона, Со всем забирай дракона, Поскольку теперь ты на нем умеешь летать. По чем мы на нем умеешь летать? Ну что ж, забирай дракона, себе забирай дракона, поскольку теперь ты на нём умеешь летать.